Хорошо, поехали. Привет всем, меня зовут Сергей Алексеев, я практикующий бизнес-аналитик, занимался в разных проектах разными вещами. Я помогаю этим каналам людям, которые хотят попасть в IT, либо внутри IT-свичнуться. И сейчас я рассказываю про бизнес-анализ, я помогаю уже профессионалам и делюсь своим, так сказать, профессиональным мнением данные о некоторой теме, освещаю. Основная моя цель это построить туториал, передать свои знания, тот knowledge base, который я накопил за последние 9 лет. И также я помогаю компаниям, консультирую, так что если есть у компании желание, пожалуйста, пишите, все мои контакты будут в конце презентации. Сегодня я хотел бы поговорить о таком топике, это взаимодействие бизнес-анализа и дизайна в Scrum проектах. Почему я выделил Scrum проект? Потому что если брать модель waterfall проектов, там чуть-чуть по-другому все работает. Если брать kanban, там тоже работает по-другому. То есть у меня здесь больше экспертиза именно в Scrum, когда у нас есть итерации двухнедельные, месячные, в зависимости от того, как настроен проект. Поэтому я хотел бы открыть и рассказать вам, поделиться своим опытом, как это будет. Что у нас сегодня в топ, ну как бы в адженде, да? Небольшое интро, потом я сразу покажу демо, чтобы вы понимали и те, кто будет смотреть оффлайн, да, чтобы они сразу подчеркнули, посмотрели, как это интересно и что это интересно. И дальше я уже буду рассказывать о том, как то, что я на демо показал, как этого достичь и что нужно сделать. Небольшое интро. Вот, вся моя презентация в принципе построена на модели аутсорсинговой компании, которая предоставляет сервисы. Зачастую это сервисы по бизнес-анализу, дизайн и разработка. Вот, встречаются проекты, когда бизнес-аналитик и дизайнеры есть на стороне клиента, это одна история. В большей части вот украинских компаниях, да, это полностью такой dedicated team, который включает в себя аналитика, дизайнера и разработчика. Здесь есть fixed price и time and material. В принципе, то, о чем я буду рассказывать, это подходит к тем моделям аутсорсинговых компаний, которые работают на рынке, да. К продуктовым компаниям можно это будет применить, да, опять же, нужно будет по чуть-чуть адаптировать, потому что цели, задачи, сама команда может работать по-другому. И у самого проекта чуть-чуть по-другому может идти life cycle. Вот, поэтому, когда мы говорим об аутсорсинге, особенно о fixed price, здесь важно качество, скорость и рамки, да, то есть то, что нужно будет сделать. Поэтому я расскажу о том, как наладить работу с дизайнером, что должны делать дизайнеры бизнес-аналитик для того, чтобы поставлять требования с дизайном вовремя и чтобы все было хорошо. Поэтому прошу вас это учесть, да. Поехали. Хочу показать вам два проекта, которые есть тестовыми в InVision. Один из них это Textify, второй мобильный. Давайте я покажу, как, в принципе, должен выглядеть это идеальный вариант макапов, которые будут показываться клиентам, разработчикам, ну и, в принципе, бизнес-аналитик с дизайнером или продукт-оунером, будут понимать, что происходит. Вот так вот выглядит первый скрин, да. В InVision можно создавать линки между экранами, можно делать комментарии, об этом чуть позже. В принципе, вот так выглядит первый скрин, как вы видите, если я где-нибудь кликну по экрану, мне подсветится синим, что является кликабельным на данном макапе. Если вы видите, здесь стандартная функциональность, я забыл пароль, логин и зарегистрироваться. Вот так вот будет работать, то есть в идеале, когда у вас есть ссылки одна на другую, да, и вы можете делать не просто flow, а интерактивные flow, да, которые не straightforward. Также самое forgotpassword, я могу вернуться на логин. Давайте попробуем, как будет выглядеть логин. То есть мы нажали логин, зашли в макап, зашли в систему. Вот так вот выглядит все, что есть кликабельным в данном прототипе. Вы можете видеть некоторые арии, если мы нажмем, да, там меняется контент, фото, это интерактивно все. Я нажму на фото, мы можем показать клиенту, как будет выглядеть фото, как будут выглядеть рамки, как можно закрыть это фото. Есть у нас самая основная функция, это отправка сообщения. И, как вы видите, здесь очень большая ария выделена, поэтому там просто подставляется номер телефона и какой-то месседж. Как вы видите, мы можем добавить flow, у нас attachment, если мы говорим с клиентом про attachment. Мы нажали, клиент увидел, что можно его удалить. Вот, что у нас есть еще. Есть функция просто отправить или по расписанию. Мы выбираем по расписанию, показывается pop-up. Мы показываем, что вот можно выбрать дату, можно выбрать время, можно cancel, например, или send. Или уже запланировать. После того, как мы нажали запланировать, экран у нас пустой. Вот так вот, в принципе, у вас будет описано user story. Да, и пользователь заходит на данный экран, но он видит drop-down, он видит message share. У него есть кнопка затачить документ, типы файлов такие. Есть две кнопки отправить и запланировать. Я бы разбил эту функциональность запланировать и отдельно flow. Но это по декомпозиции, мы будем разбирать этот кейс. Вот, что касается InVision. Если вы как product owner или бизнес-аналитик или на стороне клиента, вы можете давать доступ к InVision. Здесь есть такая отдельная area по комментам. Как это работает? Допустим, вы выбрали вот этот вот скрин и хотите, чтобы называлось, например, не photos, а pictures. И у вас администратора является, например, я сам себя выберу. Вы через собаку выбираете, кому адресован этот комментарий, он получит себе на почту. При регистрации в InVision вы получаете на почту. И я напишу, что, пожалуйста, измени на фото, на pictures. Таким образом вы ставите таску дизайнеру. Он просматривает. Я бы вам рекомендовал, как я работаю. Каждое утро, то есть, вы должны отправить все изменения до 11 утра. Ну, так было у меня. И вот после 11 утра, как и все комментарии, которые пришли, они будут уже обрабатываться на следующий день. То есть, вы такую итерацию тоже сделаете с дизайнером. Вот так вот. Комментарии я отправил. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вот, в принципе, мой проект, да, который есть. И здесь есть отдельная ария по комментариям. Я вижу, если бы я был дизайнером, да, я вижу, что есть комментарий. Я нажимаю на него. И вот у меня мой проект. Вот кто отправил. И вот на каком скрине. То есть, я могу прямо отсюда начать писать, да, что ты имеешь в виду или там еще чего-нибудь. Но также я могу... Вот. Также сразу могу перейти на данный скрин и отписаться, что... Что фотос было, там, например, requested by customer. Вот. Фотос. Name. Все. И оставлю, например, как... Как завершенный. И, в принципе, на этом все. То есть, если я пойду, у меня есть решенный вопрос. Вот таким вот образом вы можете... Вот. Общаться со своим дизайнером. Что касается мобильной части. InVision дает возможность создавать под разные устройства, планшет, мобильные телефоны. Но вы должны понимать, что если вы делаете дизайн веб, мобайл и планшет, то, скорее всего, вам надо будет делать три отдельных проекта. И это саппортить достаточно сложно. Что касается мобильного приложения. Здесь также можно добавлять анимацию, можно GIF. Это все дизайнер. Но я вам хочу показать, как это работает. Вот так, в принципе, работает выезжающее меню. Это не просто статика, а можно делать. Можем создать, допустим, email. Вот так вот это будет выглядеть. Я могу добавить attachment, выбрать какую-то картинку, нажать use. Вот так выглядит интерактивность на самом мобильном приложении. Я могу прочесть. Это может быть мобильное приложение, это может быть веб-версия. Все зависит. Я могу нажать reply. И здесь будут переиспользоваться какие-то скрины. Вот. Это важно. Лучше всего иметь кликабельные макапы. Сценарии, которые вы будете использовать с реальными данными, с реальными кейсами. Придумайте, пожалуйста. Допустим, если мы просмотрим это мобильное приложение, тогда здесь персоной является Джон Доу, который там получает или отправляет, да, и Билли Келли. Вот. Оперируйте этими понятиями, показывайте клиенту, показывайте команде. И дальше я в будущем еще расскажу, как основываясь на этих вот дизайнах или макапах, нам делать декомпозицию скоупа. Спасибо. Надеюсь, ребята, вам понравилась демо. Я хотел показать по максимуму, какой идеальный... Ну, возможно, это не самый, да, идеальный, как проект InVision, да, там, с точки зрения дизайна, возможно, там не очень. Но я хотел вам показать, что вот так вот должен выглядеть InVision в идеальных условиях, когда вы приходите к клиенту. После того, как вы обсудили какую-то фичу, вы пришли к клиенту, вернее, вы пришли к дизайнеру, вы обсудили с дизайнером, вы создали какой-то флоу в InVision, прорисовали все четко на реальных данных, сделали кейс. Это все кликабельно, и вы приходите к клиенту навстречу, либо это там удаленно по скайпу, неважно через какие каналы, и вы показываете целый флоу, тогда у вас пропадает вот эта вот двусмысленность, да, вы прям показываете на данных. Хорошо, давайте чуть-чуть небольшой introduction, да, потому что канал у меня и для новичков, и для мачурных. Мачурные ребята могут знать это все уже, да, давным-давно, новые ребята могут не совсем знать. Вот, есть такое понятие, как project lifecycle, да, по книгам это четыре фазы, и я буду рассказывать о том, что взаимодействие дизайнера, и там дизайна, и бизнес-анализа идет на первых трех фазах. Это, как вы видите, initiation, planning и execution. Вот, на каждой из этих фаз нужны важные моменты, да, то есть я сейчас расскажу, о чем, на какие вещи нужно обратить внимание из каждой из этой фазы. Инициация и планирование самого проекта. Как вы видите, я выделил здесь три таких раздела, да, перед стартом проекта. Когда проект еще не начался, какие вопросы вам нужно будет утвердить с дизайнером? И не только там, как бизнес-аналитику, все зависит от вашей структуры в проекте, да, но дизайнер и фронт-энд-разработчики, что они должны утвердить с самого начала? Так получилось в моей экспертизе, что почему-то я задавал эти вопросы ранее, да, поэтому я сейчас могу об этом рассказать. Вот, у вас должны быть UI-киты, UI-кит, у вас должен быть определенный CSS-фреймворк, вот, и вы должны вообще, в принципе, понимать платформ-гайды, да. Здесь есть описание, что каждая из них означает. Давайте посмотрим. Вот, UI-кит. Что такое UI-кит? Это то, что требуют фронт-энд-разработчики в самом начале проекта, потому что то, что вы нарисовали им InVision, это, конечно, классно, но в UI-китах должны быть описаны или, там, прорисованы все состояния инпутов, да, success, error, там, active, inactive, это drop-down, и как они будут выглядеть. Это typography, вы видите, да, это какие будут использоваться шрифты, их размер и так далее. Как будет идти navigation. То есть, если у дизайнеров, в принципе, нету готового UI-кита, есть, там, разные, да, модели. Я работал в одной компании, у которой был целый департамент дизайнеров, и почему-то у них все равно не вышло, они работали, там, под одного клиента, у них все равно не вышло сделать один UI-кит на все проекты. Но общайтесь с дизайнерами, просите их, чтобы эта информация была подготовлена до того, как вы начнете разрабатывать первый спринт. Это вам сократит немеряно нервов, да, потому что у вас разработчики будут спрашивать, там, как у меня, Серега, а как будет выглядеть, там, задизейбленный, а как будет выглядеть error, а как будет выглядеть месседж, там, третье, десятое, по идее, пускай нарисует дизайнер. Поэтому вы, как, ну, ключевое звено в разработке, да, вы должны уже наперед решать все проблемы. То есть я вам даю сейчас информацию, чтобы вы проблемы эти решали, когда вы отдали, уже разработчики знали. То есть то, что касается UI-китов, пожалуйста, посмотрите, почитайте, я даю вам просто такое понимание, как это выглядит. Дальше. По CSS-фреймворку, да, я привел два примера, я сейчас расскажу, что это такое. Я взял Semantic и я взял Bootstrap, извините. Я взял Bootstrap. Приведу вам пример, да, когда, ну, для тех, кто не понимает или для тех, кто думает, что понимает, но, возможно, неправильно понимает, перед разработкой, в принципе, команда разработки должна определять, какой CSS-фреймворк они будут использовать, будут ли они использовать в принципе его. Зачем нужны созданы вообще эти, да, CSS-фреймворки? Они, эти фреймворки уже решают поведение определенных компонентов, да, то есть то, что вы видели в UI-китах, то, что там нарисовано, это больше там цветовая гамма, там не расписаны, как будут вести себя какие-то компоненты. CSS-фреймворк, он описывает, как будет вести себя определенный компонент, какие есть варианты и так далее. То есть здесь вам нужно будет понимать и Dev-команде понимать, какой фреймворк будет использоваться. Поэтому вы, как BA, это такой один из non-functional требований, да, которые вы можете уточнить у клиента, есть ли у них пожелания к тому, какой фреймворк используется у них уже внутри в компании. Либо же, если вы делаете там свой продукт, да, внутри своей компании, то просто смотреть на будущее. Были кейсы, когда на одном из наших проектов мы выбрали, у нас была задача решать, отрисовывать таблицы гриды, вот, и мы взяли hands-on-table, нет, какой-то там table, по-моему, но неважно, и потом через три месяца выпилили, потому что мы сделали плохой ресерч, вот, это тоже награбли разработчики наступили. Так вот, в чем прелесть? Я вам покажу на двух фреймворках, допустим, дропдауны, я выбрал, и там, и там есть дропдаун, да, я вам покажу поведение. То есть вот так вот выглядит обычный дропдаун в Bootstrap. Вот так вот выглядит дропдаун в семантике, то есть вы уже можете посмотреть поведение, да, то есть это то, как выезжает какая-то панелька, какие есть, как сделан скроллинг, как сделан серч, вот, там подсвечиваются, не подсвечиваются слова, то есть что происходит. Вот это все определяется этим фреймворком. Но вам нужно понимать, да, вот давайте посмотрим, то есть вы видите, там нажимается целый, здесь нажимается не целый, ну, как бы не целый компонент. Вот, то есть это то, что вам нужно утрясти будет с дизайнером, потому что у меня в опыте были дизайнеры, которые вообще не отстреливали, о чем идет речь. Я вам говорю, нам нужно определиться, вернее, мы определили там фреймворк и там дали ссылку, а дизайнер все равно рисует какую-то чушь. Мы говорим, мы используем этот паттерн, пожалуйста, рисуй так, как сделано там. Ну, в общем, мы боролись, и было куча непониманий, куча возмущений, но это проблема дизайнера. Я, как бы, здесь не знаю, нечего мне добавить. Вот, то есть определяйте фреймворки, договаривайтесь, если у вас новая команда, если у вас не суперопытные разработчики, то вы можете знать и просто задать на одном из митингов перед стартом проекта, сказать, ребята, какой фреймворк мы будем использовать. Мне это нужно понимать для того, чтобы коммуницировать с дизайнером, чтобы дизайнер понимал. Вот зачем нужны задавать эти вопросы. Также я хотел вам показать, да, чтобы вы понимали платформы, ну, гайдлайны, да, то есть зачем они существуют. Когда вы разрабатываете какое-то, например, приложение под операционку iOS, да, или это там Android, ну, то есть сейчас есть вот два таких гайдлайна. Это Material Design от Google, да, и iOS Human Interface Guidelines, да, вот это то, что касается Apple. То есть у них свои шрифты, у них, то есть там описано, как идет разметка, как идут переходы, какие, как вообще нужно строить приложение под ту или иную платформу. Ну, в общем, это вам для общего понимания, этим должны заморачиваться разработчики UX и UI товарищи, но для того, чтобы вы были на одной странице с ними и могли коммуницировать достаточно хорошо, вам достаточно просто просмотреть, что есть в этих гайдлайнах и чем это может быть вам полезно. Хорошо, напоминаю вам, что вы можете писать вопросы, у меня по презентации осталось там минут 10 еще, и пишите вопросы, я поотвечаю на эти вопросы. Вот, вторая часть, что касается дизайна и взаимодействия бизнес-аналитика и дизайнера. Как вы видите, я написал здесь persona и customer journey. Описание, что это такое есть, в интернете можете посмотреть примеры, я сейчас тоже покажу. По поводу персоны. Мало того, что когда вы делаете, если это продуктовая компания, да, вы делаете описание персоны, идентификацию его, то есть кто это, что он делает, как он будет там использовать, то в самих макапах я вам даю рекомендацию, это уже там хорошие дизайнеры должны знать, но вдруг не знают. Перед тем, как делать макапы, да, сделайте вот там, например, есть разные роли. Под разную роль сделайте отдельных людей, и когда вы будете показывать клиенту макапы, вы будете уже оперировать этим понятием, пониманием, да, например. Например, создайте персону, как Сергей Алексеев, вы будете говорить, вот Сергей Алексеев теперь может там создавать что-то, или может редактировать что-то, а вот его там жена или девушка, она не может этого делать. И когда вы будете так обсуждать, да, то клиент будет больше, ну, уже будет понимать более. Как выглядит персона, то есть в интернете очень много картинок, как их описывать. Сегодня тема не о том, как делать описание персоны или строить Customer Journey Map. Хочу вам просто дать вводную информацию, вы можете почитать. Хорошо, это то, что касается, да, то есть здесь описание. Вот вам товарищ Билл, ему там 52 года, вот его задачи в вебе, которые он решает. Вот так вот выглядит персона. Ну, и в принципе, вы можете встроить там фотографию этого Билла себе в приложении, и каждый кейс, который вы будете прорабатывать с клиентом, вот, либо если вы сами product owner, да, то есть это то, что вам бы ожидалось. По поводу Customer Journey, что это такое и зачем это нужно. Сейчас, секундочку, грузится, потому что я сделал ссылку. Все ссылки в описании, будет также ссылка на саму презентацию. Рекомендую посмотреть данный ресурс. Вот, здесь есть разные типы Customer Journey. Что-то грузится достаточно долго. Сейчас, извините, ребята. Сам сайт, хорошо. Вот. Есть понятие Customer Journey, которое, ну, как бы, из того, что там я знаю, да, мы опять же не говорим о том, как это разрабатывать, но есть разные темплейты, есть какой-то common sense, который должен присутствовать в этом Customer Journey Map, но основная его задача – это описать, что происходит в жизни клиента и на каких этапах своей, там, жизни клиент взаимодействует с вашим продуктом. Вот, если мы говорим о software, да, это, там, какое-то уже приложение, может быть. И вот здесь, там, много информации. Но большей частью этим занимаются UX-сыры, а product management, там, здесь, ну, это очень, очень смежно, да, потому что не разграничены четко обязанности между product manager'ом и, там, дизайнером, и BA'ем, то есть, где все время это какой-то микс, люди путают, компании путают. Вот, поэтому Customer Journey Map. У меня был проект, когда, вот, Customer Journey Map строился уже по тому, как мы утвердили макапы, уже даже начали делать разработку. Вот, это, ну, поскольку это было outsourcing, это был fixed price, и, ну, это была глупая затея, то есть. Но в данном случае мы делали, потому что это был, как один из milestone'ов в контракте, потому что нам нужно будет, там, предоставить Customer Journey Map. Поэтому это все рисовалось уже по сфактуму. Но, в принципе, такие документы, они должны прорабатываться перед началом проекта. Вот, поэтому посмотрите, пожалуйста, данный ресурс. Есть ссылка еще в одном ресурсе. Еще на один ресурс, там, где более детально описаны вещи по фреймворкам, по UI-кетам. Вот. Предпоследний слайд. Здесь, когда мы говорим о Project Execution, да, то есть, когда уже у нас идет активное, то есть, все это было в начале проекта, это то, что вы должны сделать до старта. Но когда проект уже начался и идет конкретный Execution самого проекта, я здесь рассказываю, ну, как бы, со своей колокольни, да, это та практика, тот experience, который у меня есть, и то, что, то, как это работает, я доволен результатами. Результат вы видели на демо. И поэтому, ну, как бы, я сейчас вам расскажу. Я знаю, ну, там, встречал в своей жизни два подхода. Это когда дизайнеры драйвят requirement solicitation или, там, митинги, да, то есть, когда идет выяснение, и бизнес-аналитик уже по макапам дальше, там, уточняет какие-то флоуы, какие-то нюансы, пишет user story. Вот. И есть второй подход, тот, который я использую. Это полностью все драйвит бизнес-аналитик. Но это то, что касается аутсорсинговых проектов. Если проект не аутсорсинговый, если это продукт, если это внутри компании, или, то здесь должна очень быть большая коллаборация между дизайнером и BAM, или продукт-аунером, или продукт-менеджером. Опять же, зависит от проекта. Вот. Поэтому, если мы говорим про аутсорсинг, это вот такой вот перечень вещей, что должно происходить. Поэтому по бизнес-аналитику. Бизнес-аналитик должен всегда брать на себя инициативу, то есть, он должен узнавать, какие флоу покрываются, какие юзкейсы покрываются, какие требования, как это должно примерно выглядеть, да, то есть, по возможности, там, приглашайте дизайнера, чтобы он слушал. Дальше, после того, как требования бизнес-аналитик получил, или, там, выявил, собрал, идет, должна быть коммуникация с дизайнером, то есть, бизнес-аналитик трансферит свой knowledge о знаниях, о требованиях дизайнеру, и они вместе, там, придумывают какой-то solution. Вот, после того, как какое-то решение было сделано, да, то, что вы видели на демо, например, это ассайнить людей, то есть, вот, это маленькая фича и отдельный флоу. Презентацию должен делать, это мое чисто мнение, и то, как я всегда работал, это делает бизнес-аналитик, потому что бизнес-аналитик зачастую знает больше Эри, чем сам дизайнер, он знает больше нюансов, он знает, должен знать ответы на почти все вопросы, поэтому дизайнер может показать, там, ну, вот, смотрите, мы там добавили, и на этом все, а какие-то tricky вопросы могут, ну, там, или технические вопросы могут выплывать, вот, поэтому я рекомендую, чтобы бизнес-аналитик драйвил это и показывал макапы, показывал юзер-стори, как это будет сделано, как это декомпозировано. С точки зрения дизайнера, использовать персоны в макапах, показывать всевозможные состояния для определенных фич или компонентов, это то, что вы видели на макапах, это предоставлять решения с UI, UX с точки зрения, то есть, когда я прихожу и говорю, там, Коля, Петя, Вася, мне, пожалуй, мне нужно сделать вот требование от кастомера, что мы должны делать какой-то assignment, да, я рассказал свой vision, как это делает, и дизайнер уже основываясь на, там, best practices по паттернам, что у нас используется, какая структура приложения, если это мобильное приложение, то там по-другому чуть, он должен предоставить solution, потом делается ревью это бизнес-аналитиком, все ли, все ли кейсы покрыты, все ли учтено, правильно ли там выглядит, правильно ли написано и так далее, если все окей, то BA говорит, кастомер, мы готовы, у нас есть вот user story, может быть, может и нет, и есть дизайн, и вот мы показываем дизайн, если дизайн классно, все, мы идем делать декомпозицию, основываясь на дизайне, уже требования пишем, вот, по декомпозиции будет отдельный стрим, расскажу, что зачем, но глобально это high-level требования, потом дизайн, и по дизайну уже более low-level требования. Что касается макапов, макапы всегда должны в себе содержать сценарии и реальные даты, реальные данные, то есть не просто тест 1, 2, 3, 4, 5, да, или там бла-бла-бла, вот, а лучше всего использовать реальные данные, потому что я видел очень много, ну, сталкивался, я доказывал дизайнерам, что, блин, напишите реальные там данные, вот, и клиенты такие спрашивают, а почему это так названо, а что это? Ну, потому что клиент у вас не всегда может, то есть, вернее, тот человек, который на стороне клиента может быть не всегда подкованным. Вы можете общаться, допустим, с бизнес-аналитиком на стороне клиента, который может понимать расклад вещей, но вы можете общаться, например, там, с каким-нибудь head of marketing office, например, и ему вообще все равно, что там происходит, он будет задавать глупые вопросы, он не знает ничего, поэтому вам нужно показать, то есть, чтобы это было понятно для всех. Всегда стройте интерактивные прототипы, если дизайнер ленится делать там ссылки, заставляйте его, потому что, объясню почему, интерактивный, если правильно построить, да, когда матчурные дизайнеры, интерактивный прототип построить несложно, то есть, там нужно просто подумать. У меня был проект там, где просто вот был скрин за скрином и вообще ничего не понятно, то есть, это усложняет поиск определенной фичи, вам нужно лезть в эти секции, смотреть там что-то. Вот, когда у вас есть линки, да, то есть, вы можете переходить в определенные места приложения, там уже все прорисовано, просмотрено, это классно, вы можете показать клиенту, вы можете показать разработчикам. И так же самое определенные линки вы можете затачить в юзерстории. И одно из самых главных, да, в начале, когда вы будете говорить с дизайнером, объясните, что линки на определенные скрины вы будете затачивать в юзерстории. Если вы так не делаете, делайте. И чтобы дизайнер думал наперед, потому что линк, который вы положили в юзерстории, и юзерстория лежит в бэклоге, и дизайнер, если что-то удалит, то линка поломается, и разработка, ну, как бы, у меня, в принципе, с этим не было проблем, потому что у меня были адекватные дизайнеры, ну, вот, было пару нюансов, когда были не очень адекватные, и было сложно с ними работать. Что касается mobile-first-дизайн для веба, на сегодняшний день уже никто почти не использует, ну, давайте так, если мы говорим про корпоративные системы, да, тогда там зачастую это лаптоп. Если мы говорим про внешний рынок, да, когда вы делаете приложение для клиентов, кастомеров, это там B2C, например, да, рынок, то веб никто не использует, ну, уже мало кто использует веб, да, само дестопное решение, вот, делайте, то есть вы должны клиенту описить, что мы будем делать макапы mobile-first и утверждать требования на mobile-first, это именно для веба. Почему? Потому что верстка требует mobile-first подхода, то есть от самого маленького до самого большого размера, и там уже нюансы, как будет идти перестановка компонентов, как это будет перерисовываться, что будет, то есть это нужно учесть и проговорите обязательно со своим дизайнером и со своей фронт-энд командой. Вас будут любить фронт-эндеры больше всего, вы будете лучшим другом. Секции, которые в Envision, с моей стороны они должны быть равны product-feature, ну, зачастую так было, не всегда, вот, потому что вам будет легче потом найти, они должны называться так же, как у вас называется Epic в Jiri, потому что если у вас Epic в Jiri называется Dashboard, то и в Envision должен называться Dashboard, это вам такой, как инсайт, да, потому что если новый человек придет, это разработчик, это BA, это еще кто-нибудь там дизайнер, то сложно будет замапить то, что есть в Jiri, на то, что есть в самом Envision. Это уже тонкости вот такие, да, то есть вы к такому придете там, когда у вас будет высокий уровень разработки, но вы просто берете, у вас есть Epic, вы зашли в Envision, открыли, затайпили Search, потому что если у вас там где-то, ну, вот у меня максимум было на проекте около там 50, сейчас, 500, короче, около 500 самих скринов, вот, это, ну, там сложно очень искать. Вот так вот, так что работайте с фронтендерами, работайте с дизайнерами, изучайте эту тему хотя бы поверхностно, чтобы вы были в теме, и вас все будут любить. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить, я сейчас смотрю в чат, что тут происходит. хорошо, Сочин спрашивает, то есть мы просим дизайнера отрисовать поля UIKit, заказчикам утверждать, тоже их надо? Смотрите, по поводу UIKit, не все нужно утверждать заказчикам. Когда рисуется UIKit, и если вы работаете на аутсорсе, это большая компания, то вам всегда нужно поговорить будет с отделом маркетинга, или там департаментом маркетинга, потому что у них есть свои цвета, своя там гамма, свои логотипы, еще что-то, возможно, у них есть куча уже систем, и они могут сказать, вот там date picker должен быть только такой, потому что у нас кроссплатформенные. Эта штука называется сейчас, я поговорил с девушкой дизайнера, но сейчас есть такое понятие, как дизайн-система, это когда компания строит все свои продукты в одном типе, вот все похожее, поэтому что-то вы можете утверждать, что-то нет, зачастую это просто говорится так, ну вот так будет выглядеть поле красным бордер, подсвечиваться, если там, допустим, оно required, но сейчас оно пустое, и клиенты могут быть согласны, могут не согласны, поэтому проревьювьте с кем-то, если есть такие люди, если нет, то просто скажите клиенту, что это best practice на сегодняшний день, ну и как бы все, и они зачастую такие, ну ладно, вам же, вы же специалисты. Сочин спрашивает, что такое InVision? InVision в принципе это инструмент, который позволяет готовые отрисованные картинки в других тулах просто залинковать между собой, и это инструмент коммуникации между дизайнером, бизнесом и, допустим, дев-командой, там можно оставлять комментарии, там можно стрекать прогресс, сейчас уже InVision сделал новую часть продукта, там где можно уже накидывать сами компоненты, да, и когда есть там полная лицензия, разработчики могут смотреть, какие цвета, какие размеры, третья, пятое, десятое. Сначала идет процесс разработки, допустим, у меня зачастую это были скетч, то есть в скетчах рисуется состояние, вот, прорисовывается это все, сохраняется, это на большом таком полотне виртуальном, и из этого скетча уже выгружается в InVision. Вот, у вас могут быть кейсы, когда дизайнер будет рисовать в фотошопе, ну, как бы не беда, но там теряется интерактивность, вам нужно будет показывать по-другому, просто плоские такие картинки. Вот. Хорошо, вопросов вижу нет, ну, давайте еще минутку подожду. Вот, я хочу провести еще, ну, не знаю, попросить продукт-менеджеров, чтобы они поделились своим опытом на моем канале, я хочу позадавать вам вопросы, потому что, мне кажется, тема не раскрыта. Я хочу попросить UI, UX дизайнеров, чтобы они поделились своим опытом. Я хочу, в принципе, развить вот Software Development Insights, это сделать платформу, на которой люди смогут узнавать, что происходит о софтвеях. Спасибо всем большое за внимание, подписывайтесь на мой канал, шарьте друзьям, мои контакты указаны, и до новых встреч. Кстати, напоминаю, в эту субботу 24-го числа, 24-го, 11-го, 2018-го года, я буду вести стрим в 11 утра о том, как я попал в бизнес-анализ, и какой был мой путь, что я сделал, и где я сейчас. Вот. Так что присоединяйтесь, если вы хотите узнать о том, как попасть в бизнес-анализ, welcome. Пока, ребята.